Всем привет! Вы на игровом канале Барона Графона. И я запускаю на своем канале серию подкастов. А серия подкастов будет посвящена коллекционированию игр на Nintendo Switch именно на физических носителях. В этой серии подкастов я вам расскажу, как плюсы и минусы коллекционирования, важные советы для начинающих, поделюсь своим опытом коллекционирования, расскажу, где их приобретать редкие картриджи, что нужно мониторить и как, в общем-то, познать азы, назовем так, коллекционирования игр на Nintendo Switch. Этим я занимаюсь уже больше, наверное, полутора лет, собираю игры на Nintendo Switch на картриджах. Поэтому, думаю, для начинающих или тех, допустим, кто только начал, кто планирует этим заниматься, думаю, будет очень полезна эта информация. Постараюсь все рассказать достаточно коротко, чтобы было конкретно, интересно и по фактам. Начинаем! Сегодняшний выпуск будет у нас такой вводный. Я вам расскажу, как я к этому пришел. Он так и называется, как я пришел к тому, что стал коллекционером игр на Nintendo Switch. А что меня спобудило на это и так далее. Ну, началось все это где-то в 2019 году, в конце 2019 года. До этого у меня было на Nintendo Switch, как я говорил в предыдущих видео, Nintendo Switch я купил в 2017 году, почти на релизе, спустя после релиза, потому что мне надоело играть в PlayStation и мне захотелось каких-то новых эмоций. Поэтому купил консоль, ничего от нее не ждал, и она меня поразила своими эксклюзивами и своей портативностью, потому что я очень люблю портативные консоли. Я играл на PS Vita, играл на PSP до этого, на Nintendo DS Lite играл. То есть я очень люблю портативные консоли. И тут выходит новая гибридная консоль. Большинство считает ее портативной, и я думаю, ну, надо обратить на нее внимание и приобрести. Так приобрел. Мне очень понравились игры на Nintendo Switch, но где-то к началу 2019 года у меня в коллекции было где-то около 5-6 картриджей. Были Zelda, был Mario Odyssey, и, знаете, так, Mario Kart, вот такие Lego City Undercover, и, знаете, такие главные хиты того времени. Может даже их было не 5, может чуть побольше, может только 7-8 было картриджей. Ну, то есть меньше 10 точно. И как-то в конце 2019 года вижу, с чего все началось. Давайте говорим про это. С чего все началось? Началось все с того, что появляются какие-то акции в магазинах, скидки на картриджи и так далее. То есть вижу какая-нибудь скидочка, думаю, интересная скидка. Даже если эта игра в тот момент меня не очень сильно интересовала, я думаю, да ладно, за такие деньги нужно взять. Наверное, как многие делают, видят какую-нибудь большую скидку на игру и думают, но за такие деньги надо взять. Так и у меня было. Взял одну игру, вторую, третью, и вижу, что уже не 10 картриджей, допустим, а уже 20. И ты понимаешь, что, ну, картриджей уже много. Раньше они лежали на такой маленькой полочке, а со временем их стало становиться все больше. И где-то на картриджах 25 я понял, что мне нравится коллекционировать. То есть я получаю удовольствие не только от игры в эти игры, но и коллекционировать, то есть иметь физическую версию какой-то мне более-менее интересной игры. Так и началось. Когда я начал вести этот канал в 2020 году, в марте месяце, у меня в коллекциях было где-то около 65 картриджей. Я уже к этому моменту коллекционировал, но я очень любил смотреть разные коллекции других людей. Мне нравятся смотреть коллекции людей на разные консоли. То есть мне нравится, когда люди рассказывают свои коллекции, допустим, на Nintendo Switch, Nintendo 3DS мне нравилось. На консоли от Sony мне тоже очень нравились смотреть коллекции людей. То есть человек, когда рассказывает, он делится мнение по поводу этих игр, почему он приобрел, и мне было это интересно. Но именно коллекции по Nintendo было очень мало. И я смотрю, есть 2-3 ролика про коллекции. Коллекции, знаете, маленькие. То есть где-то картриджи 15-20, это мало. Я представлял, что у меня картриджей больше, чем у среднестатистического коллекционера. То есть я никак не говорю, что типа это много, типа все такое. Я говорю про то, что как у нас делать большинство, и я так делал. Я покупал игру Nintendo Switch, проходил ее, продавал, покупал новую игру. Так делал большинство геймеров, у кого есть Nintendo Switch. То есть кто-нибудь планирует заниматься коллекционированием. Поэтому такие люди, видимо, и выкладывали свои коллекции. То есть у них коллекция 20 картриджей, они про это рассказывают. Но именно людей, которые занимаются именно коллекционированием, таких были единицы на тот момент. И я смотрю, на YouTube нету постоянных блогеров, которые снимают постоянное пополнение своих коллекций на Nintendo Switch. На тот момент, на марте 20-го года, не было ни одного человека на российском YouTube, кто этим занимался. И я понял, что мне это интересно. Мне самому было бы интересно найти такие видео. Я сам смотрю такие видео. И понимаю, что вижу в разных группах, пабликах, что есть люди, которые тоже нравятся смотреть на обновки других людей. И думаю, а почему мне это не сделать? Я коллекционирую игру на Nintendo Switch, почему мне не снимать это на камеру? Так и пошло все с этого. И я вам так скажу, блогинг, он меня даже как-то мотивирует какие-то вещи приобретать себе в коллекцию. Мне кажется, если бы я не снимал видео на YouTube, то, скорее всего, моя коллекция сейчас была достаточно меньше, чем является сейчас. Потому что нужен контент, поэтому приходится постоянно пополнять свою коллекцию. Нужно радовать подписчиков канала, то есть новой игрой, рассказать про нее, делать контент по этой игре, разные обзоры и так далее. Поэтому, можно сказать, большая часть заслуг моей коллекции благодаря вам, подписчики, потому что вы мотивируетесь своими комментариями. Я понимаю, что людям это нравится, мне самому это нравится. И я продолжаю дальше этим заниматься. Теперь начнем с того, как я коллекционирую вообще. Коллекционировать я стал... Сначала покупал игры, как, наверное, многие, по скидкам. Вот вышла какая-то игра, взял по скидке. Потом, я думаю, буду собирать все игры, которые мне нравятся. Это была моя главная личная себе ошибка. Я знаю людей, которые собирают все классные игры, интересные. Но я понял, что я лично себе не могу позволить купить все игры, которые мне лично интересны. Поэтому приобретал то, что мне очень интересно. Или достаточно такие необычные проекты, которые мне было бы интересно пройти в будущем. И редкие картриджи, которые, допустим, сейчас какой-то период пропадут, а когда я захочу их купить, уже не будут. Так, где-то в конце 2020 года я понял, что мне нужно все-таки как-то себя поставить в рамки и начать коллекционировать более узконаправленно. Я решил коллекционировать именно эксклюзивы самой Nintendo, дальше разные порты, в меньшей степени порты. Порты я собираю в последнюю очередь. Разные, знаете, интересные порты, большие игры и так далее. Также я очень люблю разную индюшатину. В последнее время я играю очень большую часть своего времени именно в индюшатину. Мне очень нравятся современные инди-проекты. Есть очень даже шедевральные игры. Я назову штук пять точно, которые просто шикарные инди-игры, которые не должны люди проходить мимо. И я считаю, что Nintendo Switch это идеальная консоль для инди-проектов. Поэтому о физической версии разных инди-проектов, они обычно, разработчики вкладывают разные брошюрки, мануальчики, разные наклеечки. И это всегда приятно. То есть инди-разработчики к оформлению боксов, обычно от картриджей, как-то подходят более творчески. И мне это очень нравится. Поэтому инди-проекты... И я не собираю только все инди-проекты, как я говорил до этого. Я собираю именно какие-то высокооцененные инди-проекты. Инди-проекты мне очень интересные. Я понимаю, что у меня было бы очень много игр, кто мне интересны. Но понимаете, я просто не потянул бы коллекционировать все, что я хотел. Поэтому по своим мерам возможности я коллекционирую именно то, что мне в первую очередь нужно. Так и продолжал коллекционировать. Дальше. Я коллекционирую японщину. Мне очень нравятся джерпг, японские разные визуальные новеллы, японские симуляторы. Мне вообще нравятся очень японские игры. И если мне сказали, Илья, допустим, какие игры ты готов... Допустим, все игры от тебя уберем. В какие игры ты будешь играть больше всего? Я расскажу, игры от японских разработчиков. Очень люблю игры от японских разработчиков. Западные игры я очень люблю тоже, но все-таки японские, они какой-то имеют шарм, который меня привлекает больше всего. Поэтому я собираю в большей степени японские игры. И также такой поджанр японщины, который я собираю, это странные игры. То есть для меня странная игра, она фриковатая какая-то, необычная. Вот такие игры я тоже собираю и очень люблю. Поэтому обязательно собираю себе в коллекцию такие необычные игрушки. Ну и как я сказал, по своему месту, у меня стоят порты. Порты тоже такие, знаете, большие, масштабные. Или проекты, которые мне до этого были интересные, которые хотел поиграть, тоже их собираю на Nintendo Switch. Также здесь про эксклюзивы, которые я собираю. Эксклюзивы собираю, к сожалению, тоже не все. А собираю тоже, у меня есть такой списочек. Знаете, он находится не на бумаге, он находится где-то в голове. И я понимаю, какие игры мне нужно в первую очередь купить, какие потом. Какие будут и через год продаваться, и через два. То есть в первую очередь покупать те игры, которые могут попасть из продажи. Поэтому я так распоряжаюсь, покупаю то, что в первую очередь редкое. И второе, то, что мне очень нужно для своей коллекции в данный момент. Поэтому у меня, допустим, есть игры, которые годами просто я откладываю до покупки. И, допустим, где-то, наверное, в ближайших этих баронских закупах будет игра, которую я откладывал очень долго, чтобы купить. Но она ко мне едет, и я надеюсь, в ближайших баронских закупах она будет. И она тоже такая японская. Поэтому, я думаю, будет интересно по ней посмотреть. Ну и все, наверное, сегодня. Такое вводное видео сегодня получилось. Мы поговорили с вами про то, что меня привлекло в коллекционировании игр на Switch. С чего я начал и так далее. В ближайших видео будут обязательно, я расскажу про разные плюсы и минусы. Каждому этому пункту будет посвящено отдельное видео. Если вам это все интересно, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что эта рубрика вам интересна. И вам будет интересно знать продолжение, допустим, где... Особенно, я думаю, будет интересно посмотреть вам всякие видео, допустим, где искать игры, что мониторить и так далее. То есть я постоянно мониторю разные площадки с играми в надежде увидеть какую-нибудь скидочку или увидеть какой-то проект, который нигде нет, и тут резко он появился. Поэтому, также, я хочу вам сказать, подписывайтесь на Инстаграм. В Инстаграме многие не подписываются, большинство не подписывается. Но те, кто подписываются, они получают больше контента. Если вам нравится мой канал, то в Инстаграме там масса контента. Я выкладываю почти каждый день разный пост с разной игрой, с описанием, как я проходил и так далее. Также в историях выкладываю разные такие, знаете, интересности. Поэтому обязательно подписывайтесь еще на Инстаграм, ссылка в описании. Ну, всем удачи, друзья. Пока!